В прошлый раз мы говорили о конъюнкции и дизюнкции, о том, как они реализованы в коке, и мы поняли, что это у нас с вами семейство индуктивных типов. Например, дизюнкция для любых двух высказываний P и Q, их дизюнкция имеет два конструктора. То есть, чтобы построить объект типа дизюнкция P и Q, то есть доказательство дизюнкции, нам достаточно либо предъявить объект типа P, доказательство первого дизюнкта, либо объект типа Q. Можно сказать, с точки зрения логики, у нас имеются здесь две аксиомы введения дизюнкции. Из первого дизюнка следует дизюнкция, и из второго дизюнка следует дизюнкция. С точки зрения логики, это аксиомы. С точки зрения программирования, это конструкторы типа. То есть, имея объект типа P, умею двумя способами строить объект типа P или Q. Так, хорошо. Есть ли поэтому какие-нибудь вопросы? Ну, видимо, нет. Поэтому давайте продолжать. Значит, как же у нас реализованы истина и ложь? Довольно любопытным образом. Истина – это тоже индуктивный тип. Он, естественно, не пустой. У истины имеется доказательство. Оно называется и большое. Большое. Вот перед нами определение типа истины. Этот тип сам относится к сорту проб. Истина – это высказывание. С большой буквы true, я напоминаю, мы пишем для высказываний, с маленькой для элементов типа bool. И там есть один конструктор и большое. Более любопытно определение типа false. Оно не содержит конструкторов. Вот, оказывается, так можно. Ну и действительно, мэчинг при этом будет работать, но, может быть, чуть-чуть неожиданным образом. Вот мы здесь просто повторили эти свои, эти определения библиотечные. По сути дела, никакой разницы. Как вы уже поняли, при определении индуктивного типа по умолчанию, КОК генерирует для него принципы индукции, рекурсии в разных вариантах. Давайте посмотрим, какой же принцип индукции генерируется для типа true. Поскольку этот тип принадлежит сорту проб, мы не будем доказывать, что все объекты типа true обладают каким-то свойством. А мы вот просто посмотрим, как можно получить само это свойство P. Оказывается, чтобы его получить, нам с вами достаточно предъявить что? Нам достаточно предъявить объект типа true и, собственно говоря, объект типа P. Вот такой вот принцип индукции КОК нам построил. Ну, можно подумать, почему он такой. Ну, на самом деле, это достаточно ясно. Дело в том, что если мы, например, сравним этот принцип с принципом индукции для конъюнкции, там, чтобы доказать какое-то высказывание P, доказать, что оно следует из конъюнкции, нам надо было бы уметь получить это высказывание из объектов типа A и типа B. Потому что объекты типа A и типа B – это параметры нашего типа конъюнкции A и B. То есть, понимаете, ну, как выглядит вообще общая, так сказать, структура принципа индукции? Ну, давайте я, пожалуй, отключу обозначение, чтобы вы увидели, что здесь есть квантеры всеобщности. Если вы слушали предыдущие две лекции, я думаю, эта тематика вам должна быть понятна. Я вообще хочу вот в случае конъюнкции доказать, что, смотрите, все элементы типа A и B обладают свойством P. Это вот заключение принципа индукции. Откуда я это получаю? Ну, из того, что все элементы у нас типов A и B для них тоже выполняется это свойство. Но так как у нас тут проб, зависимость этой, она как бы стерта. То есть, P не зависит от аргументов. Как это будет выглядеть для true? Я хочу доказать, что все объекты типа true, а какой объект не важен, поэтому там в итоге будет ампликация. Все объекты типа true обладают свойством P. Ну, а как мне это доказать? Надо сказать, что все объекты, которые там у нас фигурируют в параметрах нашего типа, они тоже обладают свойством P. А тут никаких, ну, то есть, не в параметрах типа, а в аргументах конструктора. А у конструктора никаких аргументов нет. Значит, надо просто, безусловно, уметь предъявлять доказательство P. Оно же объект типа P. Значит, еще раз. Для конъюнкции, чтобы показать, что из конъюнкции следует P, нам было нужно показать, что P следует из обоих аргументов конструктора. Если вы и это забыли, то конструктор там был один, он назывался conch. Вот у него два аргумента. Аргумент типа A, аргумент типа B. А если мы, например, это сравним с дизюнкцией, посмотрим на orint, то, чтобы доказать, что из дизюнкции следует P, надо было доказать, что если мы дизюнкцию получили первым конструктором, то есть, у которого аргумент был A, типа A, то мы можем получить P. И если мы получили дизюнкцию вторым конструктором, то есть, аргумент был типа B, то мы тоже умеем получать P. Ну, а здесь мы видим, что индукция у нас построена вот таким вот образом. Чтобы получить из доказательства истины доказательство P, нам надо уметь получать P по объекту типа P. По аргументу каждого из конструкторов. Ну, может быть, эта формалистика здесь не нужна. Здесь у нас конструктор один, аргументов у него нет, значит, мы должны уметь, безусловно, получать P. Вот как это примерно выглядит. С точки зрения логики это, конечно же, аксиома. Если P истина, то P следует из истины. Согласны? А можете предсказать, как будет выглядеть индукция для лжи? Опять, нам надо будет уметь получить импликацию. Ложь влечет P из чего? Для каждого из конструкторов по объекту типа его аргумента. А у нас есть конструкторы у типа false? Кажется, да. Где же? Ну-ка, где тут конструкторы вот в этом определении? Вот у true есть конструктор i. Конструктор – это такая фигня, которая… Ну, аксиома введения. Такая функция, которая строит объект определяемого типа. По определению. А у false где конструкторы? Нету конструкторов. Значит, и принцип индукции будет выглядеть так. Для каждого конструктора создай преобразователь объектов типа аргумента этого конструктора в доказательство P. А раз конструкторов нет, значит, и посылок здесь вот этих вот не будет. У true один конструктор без аргументов. Значит, нам надо уметь строить доказательство P. А у false int вообще конструкторов нет. Значит, она нет и суда нет. Поэтому мы, безусловно, имеем false, стрелка P. Любопытно, правда? Ну, конечно, этот закон более чем корректен с точки зрения логики. Этот закон даже имеет традиционное латинское название ex falso quod libid. То есть, изо лжи все что угодно следует. И, безусловно, это играет важную роль. Что там внутри? Ну, мы можем понять, как строится такой терм. Он производит, он, смотрите, он должен по любому доказательству лжи, которых не существует, потому что нет конструкторов. Ложь – это заведомо пустой тип. Получить доказательство P. Кстати, мы сейчас можем с вами понимать, почему не разрешается иметь частично определенные функции. Потому что так бы неопределенная функция могла бы, типа, принимать значение во лжи. То есть, если у вас есть какие-то неопределенные функции, у вас нет пустых типов. Потому что неопределенность, она может быть приведена, по сути дела, к любому типу. А нам надо, чтобы у нас заведомо пустые типы были. Вот ложь. Значит, если я построил объект типа ложь, я могу построить объект типа P. Что там внутри? Внутри там мэтчинг. И этот мэтчинг, он является корректным. На вход мы, как ни странно, на вход мы получили само высказывание P и получили доказательство лжи, гипотетическое, которого не может быть. Мы производим мэтчинг этого доказательства, сравниваем его с конструкторами, а их нет. А их нет. Значит, такой мэтчинг, он заведомо проходит, потому что у него нету конструктора. Ну вот. И мы возвращаем объект некоторого типа. Если бы мы замэтчили, но мы не замэтчим, поэтому можем бесплатно сказать. Мы заведомо знаем, что не замэтчим. Это пустое множество. Значит, мы возвращаем объект типа P. Пустое, тут этим мэтчингом гарантировано, что он никогда не завершится, как бы, ну, сама вот эта вот клоза, она не сработает, потому что здесь нету никаких образцов. То есть, такой мэтчинг, он тривиальный, пустой. Ну, что-то понятно из моей речи? Более или менее. Прекрасно. Хорошо. Ну, мы могли бы, разумеется, посмотреть, что находится внутри принципа индукции для истины. Но там все просто. Там вообще ничего интересного нет. Дело в том, что если вернусь к этому принципу, я замечу, что он устроен так. Смотрите. Из доказательства P и доказательства истины сделай доказательство P. Ну, доказательство истины здесь оно никак не используется. Значит, функция будет такая. Принимаем на вход P, принимаем на вход доказательства P, доказательства истины, которые нам не нужны. Возвращаем доказательство P, который у нас на входе есть. Вот такая вот функция. Ну, и вот она вот такая вот и есть. Формально здесь мэчинг присутствует. Но, ну, потому что Кок строит эти принципы индукции единообразно по некоторому шаблону. Кстати, этим шаблонам не всегда он дает хороший результат. Им можно управлять. Но это уже такая более продвинутая тема. Значит, что здесь происходит? Мы берем доказательство истины. Мэчим его с чем? К один конструктор, только с И можно. Ну, и возвращаем мы всегда вот это вот F. Ну, тут надо заметить, что правая часть, она никак не зависит от самого этого мэчинга. Поэтому функция, которая здесь получается, она это равна, в смысле, это редукции, ну, вот тому, что мы выше построили. Так, ну, давайте, опираясь на это хозяйство, попробуем, например, доказать, что истина следует откуда угодно. Итак, нам нужно построить терм everything implies truth такого типа. Для всех P из P следует true. Это преобразовательную или, если угодно, функция, которая принимает на вход что? Пшку, высказывание, правильно? Или неправильно, непонятно? Вроде бы понятно. Если смотрели прошлую лекцию про прямые произведения, то должно быть понятно. Также она принимает на вход доказательство P, объект типа P, и должна она вернуть доказательство true. Ну, как нам построить доказательство true? Ну, мы заведомо знаем, что оно есть. Это константа, это I, правильно? Ну, это все. Я могу то же самое сделать с помощью тактик, хотя это излишнее. Я говорю intros, как бы для всех P из P следует. Ну, предположим, что дали какое-то высказывание P и дали какое-то доказательство P. Теперь я должен сгенерировать терм типа true. Ну, а чего его генерировать? Я знаю, что это I. И все. Ну, можно посмотреть, как это сочетается с, например, дизюнкцией. Ну, как доказать, что для любого высказывания импликация P или true – истина? Ну, если вы помните, я надеюсь, вы помните, у нас с вами у дизюнкции было два конструктора. Орентрол, Орентрор. С точки зрения логики – это аксиома введения дизюнкции. Дизюнкция следует из своего первого дизюнкта, а также из второго. То есть, чтобы доказать дизюнкцию, у меня есть два пути. Взять Орентрол, применить его к объекту типа А, то есть доказательство Ашки. Второй путь – это Орентрор применить к доказательству Бшки. Вот никак иначе доказать дизюнкцию нельзя. Это соответствует нашим идеям о конструктивном понимании понятия доказуемости. То есть, доказательство дизюнкции – это пара доказательства первого дизюнкта или доказательства второго и информация, которая говорит нам, какой именно дизюнкт мы доказываем. Ну, что мы делаем здесь? Мы, конечно, знаем, что правый дизюнкт истинен и доказывается термом И. Ну, вот я и любую пэшку преобразую в Орентрор И. Понятно, как это работает? Дальше мы руками переписали принцип индукции для лжи. Я не знаю, зачем когда-то я это здесь сделал. Мы с вами его достаточно подробно обсудили уже. Ну, и тут что мы делаем? Ну, принимаем на вход саму пэшку и доказательство лжи. Я его здесь обозначил HF. И вот этот HF мы пытаемся заметчить с конструкторами. Мы должны со всеми конструкторами формально написать сравнение, иначе мэтчинг будет некорректен. А конструкторов у нас нет. Значит, такой мэтчинг корректен. Ну, и с другой стороны, он корректен, но он пустой. То есть, как бы никогда не срабатывает. Вот. И значит, ну, вот этот вот объект типа пэ, он у нас гарантированно был бы, будь у нас объект типа фолс, но мы знаем, что его быть не может. Вот так вот. В общем, тут уже нам надо писать какие-то аксиомы, какие-то, так сказать, правила вывода в самом исчислении индуктивных конструкций, которые в математической основе Кока, чтобы понять, что вот это вот там корректный терм, такой пустой мэтчинг. Но мы пока ограничимся интуитивным взглядом на это. Разумеется, принцип индукции я мог бы доказать и с помощью тактик, которые бы сгенерировали бы тот же самый пустой мэтчинг. Интрос. Я уже говорил в конце прошлой лекции, что если у меня есть гипотеза типа ложь, я могу применить дистракт, то есть произвести ровно те же вычисления. Так, что нам дали там? Элемент пустого множества. Или доказательство лжи. Ну и когда я произвожу его мэтчинг с пустым множеством конструкторов, потому что их там нет, этого достаточно. Вот. Я могу все что угодно получить. На практике это означает, что когда вы дистракт такой цели, такой гипотезе применяете, то вы любую цель можете решить. Это все пересказы одной и той же идеи, что из-за лжи следует все что угодно. Понятно это? Давайте докажем еще одну теорему. Тоже напрямую, без тактик. То есть прямым построением терма. Если есть п и ложь, то ложь. То есть из, ну скажем так, конъюнкции, в которой фигурирует ложь, она ложна. Но опять, что мы делаем? Как мы помним, конъюнкция, она имеет один конструктор, конджи. Здесь зачем-то эндинт у нас всплыл. Ну эндинт мы могли бы здесь применить, да? Потому что эндинт, он как раз доказывает, что из конъюнкции чего-то, что-то там следует. Но мы здесь эндинт явно не применяем, а сами строим терм. Ну все очень просто. Как мы помним, вообще у нас у конъюнкции один конструктор. Он называется кондж. Это такая функция, которая получает на вход доказательство А, доказательство Б и генерирует доказательство конъюнкции. То есть это, с точки зрения логики, это аксиома введения конъюнкции. Она нам говорит, из чего конъюнкция следует, как можно конъюнкцию получить. Так, ну вот нам на вход дали Пшку, нам на вход дали Ашку. Ашка, ну в смысле Аш. Аш – это доказательство конъюнкции. Производим мэтчинг. Чем может быть доказательство конъюнкции? Только конджем, примененным к двум аргументам. Один аргумент – доказательство первого конъюнка, то есть нечто типа П. Другой аргумент – АшФ – доказательство второго конъюнка, то есть лжи. Так, а нам надо было доказательство лжи получить. Раз, и все, мы его возвращаем. На самом деле, из конъюнкции А и Б всегда следует второй конъюнк. Поэтому это просто частный случай. Здесь ничего специфического для лжи не происходит. Уместно спросить, а как, например, у нас выглядит отрицание? Я уже не раз говорил, что отрицание в конструктивной логике, да и не только в конструктивной, в классической логике, вы его можете так понимать, означает не А, значит, что из А следует ложь. Из А следует ложь. То есть отрицание ничего нового нам не дает сравнить на сэмпликации. Ну, если у нас есть ложь. Ложь у нас, конечно, есть. Вот у нас есть такой нот. Нот – это преобразование высказываний. Проб стрелок проб. Значит, можно сказать, функция из высказывания высказывания. И такая функция, она просто высказывание А превращает вот в такое вот высказывание. А влечет ложь. То есть отрицание – это преобразование, которое превращает А в А влечет ложь. Не А, это А влечет ложь. Просто по определению. Логично? Или не очень? Ну, вот в чат вы пишете. Лучше, конечно, голосом говорить. Логично. А, ну хорошо. Так, ладно. Продолжаем. Закон снятия двойного отрицания. Из П. Из отрицания П следует ложь. Можно так сформулировать, но можно по-другому на это посмотреть. Из П следует, что не П влечет ложь. То есть из П следует не не П. Это не снятие двойного отрицания, конечно, простите, а его введение. Из П следует, что отрицание П ложно. В высшей степени логично. Как это на низком уровне доказать? Ну, какие аргументы у нас есть? У нас есть П, я его здесь вынес в параметры. То есть, как бы я сейчас определяю терм ДНЕК, ДНЕКИНТР, интеринтродакшн, к всем обведение двойного отрицания. Значит, определяю такой терм. Двойное отрицание П. Вот он имеет такой тип. Надо П, доказательство П и доказательство НЕП превратить в доказательство лжи. Ну, как это делается? На вход мы получаем ХП, доказательство П. ХНП, доказательство такой импликации. Но дальше все очень просто. Но если у вас есть ХНП, то есть, доказательство такой импликации, преобразование доказательства П в доказательство лжи, и у вас есть доказательство П, то, применяя одно к другому, вы, естественно, получаете доказательство лжи. Очевидно? Очевидно, я думаю. Если нет, говорите, остановимся, разберемся, обсудим. Так, хорошо. То же самое с помощью тактик. Интро. Ну, интро, интро. Здесь я знаю, что у меня написано, П влечет ложь, из этого следует ложь. Но дальше интро у меня сработает или нет? Ну, на самом деле, видите, срабатывает. Но без опыта непонятно почему. Чтобы это стало очевидно, давайте применим тактику unfold. Ну, это как дельта-редукция. Вот определение нота мы развернем. Раз, у нас получилась такая импликация. Теперь уже действительно понятно, что можно сделать еще одно интро. Дальше очевидно. Как получить false? False является заключением такой импликации. Значит, говоря apply, я превращаю мою цель просто в доказательство посылки этой самой импликации. Раз. Посылка у меня есть в контексте. Все, все доказано. И вот. Я мог бы то же самое оформить немножко по-другому. Дело в том, что тактика apply применяется в двух ситуациях. В одной это то, что мы уже неоднократно видели, когда у нас цель совпадает с головой одной из гипотез. В результате, ну, с заключением одной из гипотез. В результате применения тактики apply к этой гипотезе у нас появятся новые цели. Доказать вот эти вот все посылки. Если их больше одной, то больше одной цели будет. Это то, что называется backward reasoning. Мы пляшем от того, что нам нужно. Нам нужна ложь. Мы знаем, откуда она следует. Но еще бывает forward reasoning. А именно, вот смотрите. Вот та же самая ситуация. И давайте я что ли unfold этот все-таки тут тоже сделаю. Чтобы нам было понятнее. Unfold not. Вот у нас две гипотезы. Но я знаю, что если из P следует ложь и есть P, то, конечно, будет и ложь. Я могу применить apply к самим гипотезам. К самим гипотезам. Они при этом изменятся. Не к цели, а к гипотезам. Я же знаю, что HNP применить к HNP, функция из P в ложь и объект типа P, даст нам терм типа false. Вот он, HNP применить к HNP, это доказательство лжи. Ну, и я могу дать такую команду. Смотрите, apply HNP in HNP. Произойдет следующее. Вот здесь вот в HNP P заменится на ложь. Ну, потому что согласно HNP ложь у нас как раз следует SP. Раз, 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 раз. Гипотеза изменяется, цель нет. Это называется forward reasoning. Дайте я тут комментарий что-нибудь пишу. Тут не помешает. Ну, мы потом еще такие примеры увидим. Спасибо. 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 Я, естественно, мог это оформить и по-другому с помощью дистрактов. То есть здесь доказательства можно получать по-всякому. Раз у меня уже есть ложь, да, подождите, ну, ну, да. Ну, после того, как я ложь получил, я могу уже просто дистракт применить. Ну, а здесь я не так действую. Ну, ладно. Прошу прощения, а можете повторить еще раз про apply HNP? Про apply HNP? Ну, давайте я просто покажу, как это работает, да и все. Значит, делается это так. Так, значит, ну, сейчас переключимся на доску, секундочку. Сейчас я вам это изображу. Это действительно вещь, на которой стоит, может быть, на минутку остановиться, но не очень долго сидеть. Появилась доска. Ну, смотрите, в чем разница? Вот как у нас работает forward reasoning, да, и как работает backward. Мы начнем с backward reasoning. Вот мы рассуждаем, отпляшем от цели. Идея такая, откуда можно получить цель? Вот тут такой вопрос. С точки зрения apply это выглядит так. Ну, вот у нас были какие-то гипотезы, и среди них была такая. Из A следует B. Ну, там могло быть больше посылок, но сейчас мы такой ограничиваемся на этом случае. Ну, вот, а здесь цель состоит в том, чтобы получить B. Если я скажу Коку, это то, что мы уже проходили, apply H, то контекст наш, то есть гипотезы не меняются, а цель заменяется на A. Понятно? Этим мы уже давно пользуемся. Да, 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 это понятно, да. И чем отличается forward reasoning? Но forward reasoning отличается по мысли вот чем. Мы теперь спрашиваем, не откуда можно получить цель, а что можно получить из нашего контекста, из гипотез. Что можно получить из гипотез? Мы вот такой вопрос задаем. И если у нас, какая бы то там цель ни была, там C, значит, если у нас есть гипотезы H1, A стрелка B, и H2 просто A, то если я скажу apply H1, то есть импликацию in H2, ну, это работает и в чуть более общих ситуациях, там не только с импликацией, естественно, с квантером всеобщности. Это не так важно, уже можно будет понять. То произойдет следующее. Цель у нас вообще не изменится, а вот контекст изменится. H1 как была, так и будет. А вот H2, внимание, она у меня заменится на доказательство B. Да, я понял. Понятно, как это работает? Да, да, вполне понятно. При этом бывает такая ситуация. Вот у меня A было, я его изменил. Мне может хотеться это A скопировать, применить его еще раз. То есть я как бы его уже израсходовал. Но логика, которая у нас в коке, она позволяет такие копии делать. Но там надо A как бы запомнить, надо будет сказать remember H2, там SH3. Но я пока ремембо. Копию построить этого H2. Но я пока эту тему не буду развивать. Так, ясно? Да, ясно. Давайте вернемся к коку. И сейчас у нас, конечно, большой и очень важный вопрос. А это как устроен квантерсуществование? Понятно, что без квантерсуществования мы ничего в логике не добьемся. Как мы помним, согласно конструктивному пониманию логики, доказательство экзистенциального суждения, то есть того, что что-то существует, например, существует Х, такой, что Х плюс 2 равен 5. Доказательство того, что у этого уравнения есть решение, оно содержит в себе следующую информацию. Само решение какое-нибудь, сам Х и доказательство того, что наш Х подходит. Понятно это? Вот это вот лейтмотив. Это лейтмотив. То есть доказательство экзистенциального суждения – это пример объекта, который подходит, и доказательство того, что он подходит. Что там внутри стоит? Мы, как в обычной математике, квантеры пишем вот так вот. Существует Х, там можно сказать, какого он типа явный или как сам догадается. Запятая, после этого идет наше утверждение. Само по себе слово «экзистс» не является термом, а оно является обозначением, нотацией. Как же вот оно интерпретируется? Дело в том, что можно писать «экзистс», дальше некий список переменных типа «экзистс» А, Б, С, запятая суждения. Кук это проинтерпретирует следующим образом. Он применит некий «экс» к новому предикату. Лямбда там А, а дальше будет там наша П, которая от А зависит. Ну, то есть, вот это вот у нас будет проинтерпретировано, вот то, что я выше написал, будет проинтерпретировано следующим образом. Это будет «экс», а дальше у меня будет стоять такой предикат. «фун х», ну, давайте я напишу тут тип «нат», «х плюс 2» равно 5. Ну, это то же самое. Понятно? Техника очень простая. У меня был предикат. У меня был предикат. Понятно, что такое предикат? Да, понятно. Предикат – это высказывание с параметром. Функция, которая из чего-то, из объектов какого-то типа делает высказывание. Вот здесь у меня был такой предикат на натуральных. Тип «надстрелк проб». Свойство «быть решением этого уравнения». Когда я применяю к этому предикату «экс», у меня получается утверждение «существует решение этого уравнения». Понятно? Логично спросить, какой тип у «экса». Ну, грубо говоря, у него тип должен быть такой. Грубо говоря. Но это не так, конечно. Он должен из вот таких вот предикатов делать высказывание. Понятно? Да, понятно. Давайте посмотрим, правильно ли мы угадали этот тип. И при этом сам предикат может пробегать все, что угодно. Для любого «а», который где угодно находится в иерархии типов. Вот так вот. Правда это? Правда, мы угадали. Это преобразователь. «Экс» – это преобразователь предиката высказывания. Он отъедает один аргумент. Самый внутренний «экс» преобразует предикат с одним аргументом высказывания. А «экс» перед этим, он сам, так сказать, может там быть под... Ну, короче говоря, ладно. Понятна эта идея? Или не очень? Как «экс» внутри устроен? Давайте посмотрим на то, что здесь написано. Оказывается, «экс» – это семейство индуктивных типов. Для каждого «а» и для каждого предиката у нас есть свой тип. Ясно? Так, что, меня слышно или что? Или как? Слышно. Ну, непонятно ничего, да? Плюс-минус понятно. Смотрите. Какой у него конструктор? «Экс»інтрон. Что получает на вход «экс»інтрон? Какой-то «экс» из «а» и доказательство того, что «экс» обладает свойством «п». И он строит что? Он строит как раз-таки нам объект типа XAP, то есть доказательство того, что существует какой-то Y со свойством P. Понятно? Ага. Вот я то же самое воспроизвел. Любопытно, что Кок определил здесь принцип индукции. Нам будет любопытно на него посмотреть. Так. Сейчас посмотрим. Ну, экс-интро, это наш конструктор. С точки зрения логики, экс-интро – это аксиома. Заметьте, появились новые квантеры всеобщности, которых вот тут не было. Ну, почему они появились? Потому что Кок обобщил по параметрам нашего типа экс-интро полиморфный. Он один, работает для всех типов A, для всех предикатов P. Значит, как же работает экс-интро? Он принимает на вход тип предикат и объект нашего типа. Доказательство того, что объект обладает свойством удовлетворяет предикату и генерирует доказательство экзистенциального суждения. С точки зрения логики, это типичный принцип введения. Как доказать, что существует Y со свойством… Откуда следует, что Y обладает свойством P? Ответ. При любом X, смотрите, при любом X это следует из того, что P обладает свойством X. Понимаете? Для любого X. Если X четный, то существуют четные числа. Не противоречит вашему интуитивному пониманию логики такая вещь? Нет. Нет. Прекрасно. Аксиома введения квантера существования. Нет никаких сомнений, что принцип индукции должен быть аксиомой удаления. То есть заключение его будет таким. Если существует Y со свойством P, то что-то. То какое-то свойство P1, верно? Вот как вывести P1 из того, что существует Y со свойством P? Ну, на самом деле, все довольно понятно. Смотрите. Ну, тут P0, а не P1. Чтобы доказать, что P0 следует из того, что существует Y со свойством P, нам достаточно доказать, что P0 следует из P от X при любом X. То есть, какой бы X ни был, P от X достаточно для P0. И здесь, на самом деле, сказано, что P0 не зависит от X. Посмотрите, пожалуйста, какими средствами это выражено. Это информация в типах. Нет доступа к коду сейчас. Не видно? Что же ничего не говорите? Тогда как же вы слушаете лекцию? Секунду тогда. Ну, видите, что здесь написано? Вот, смотрите. Давайте еще... Видно вообще, что происходит? Да, видно, видно, видно. Итак, понимаете? Я хочу доказать, что P0 следует из того, что есть какой-то Y со свойством P. Я говорю, что для этого достаточно уметь получать P0 из P от X. Но уметь это надо при любом X. Пока что, вроде, понятно. Какими средствами выражена мысль о том, что P0 не зависит от X? Не в строчке, которая перед этим. Ну, а точнее... Ну, смотрите, P0 типа проб. То, что P0 проб. P0 просто проб, а вот P зависит как раз от чего-то там типа A. А P0 не зависит. P0 одно и то же. Оно никак от X не зависит. Понятно? Теперь да. Вот. То есть давайте поясним, может быть, вы курс логики забыли или даже не проходили его вовсе. Я постараюсь какую-то интуицию развить. Это аксиома, что она действительно такая корректная. Ну, смотрите, когда нам достаточно того, что существуют четные числа для того, чтобы доказать, что сегодня суббота? Нам... Когда сегодня суббота, это гарантированно правда. Безусловно. Но если сегодня не суббота, но какое-то высказывание, которое от Y не зависит. Вот когда нам для P0 достаточно того, что существуют четные числа? Ответ. Тогда, когда для любого четного числа факт, для любого числа факта его четности достаточно для P0. Понятно? Угу. Тут выражена просто та мысль, что здесь неизвестно, какой именно Y там хранится. Неизвестно, какой именно Y. Ну, вот если любой Y со свойством P достаточен для P0, то и того, что существует такой Y, достаточен для P0. Можно посмотреть, что там внутри. Внутри там мэтчинг, разумеется. Что мы делаем? Мы получили на вход H, P, P0. Получили вот доказательство такой фигни и получили E. Доказательство экзистенциального суждения. Но мы знаем, что доказательство экзистенциального суждения может быть построено только с помощью эксцентром. И оно содержит в себе следующую информацию. Оно обязательно содержит в себе сам объект X, который существует. И X0. Доказательство того, что он подходит. Ну, а дальше мы вот этот X и доказательство того, что он подходит, называемое X0, передаем F, и она генерирует искомое доказательство P0. Ясно это? Если это не очень ясно, мы постараемся с этим разобраться. На что я хочу обратить внимание. Аргументы X, INDA, A и P, они заключены в квадратные скобки. Это означает, что эти аргументы неявны. Явно писать их не надо. Кок их угадает. Кок их угадает. Ну, как он их угадает? Значит, ну, посмотрим. Так, поехали. Чтобы нам с вами с этим как-то практически поработать. Ну, угадает он их, естественно, вот отсюда, вот из этого типа. Чтобы нам с вами как-то с этим практически поработать, нам понадобится ввести еще одно понятие. Сегодня у нас, видите, такой трудный день. Много всяких понятий. Это индуктивное определение предикатов. Это индуктивное определение предикатов. Смотрите. Еще можно посмотреть, как на подмножество. Вот здесь я хочу определить предикат четность. Он же свойство быть четным. Он же множество четных чисел. При некоторой математической фантазии легко понять, что предикат быть четным и множество четных чисел – это почти одно и то же. Согласны? Обратите внимание, здесь вот это натуральное число является не параметром, то есть оно не тут стоит, не до двоеточия. Как у нас с вами, например, были параметры в индуктивном определении типа конъюнкции. Для каждого А и Б был свой тип. Это было как бы семейство типов. А ЕВ – это один объект. Это один объект. Но разница в том, что внутри определения вот этот вот аргумент, в отличие от параметра, он может меняться. Ну, сейчас мы в этом увидим. Убедимся. Давайте сначала прочтем, что здесь написано интуитивно. Итак, ЕВ – это свойство быть четным. Я задаю это свойство двумя аксиомами. Первая аксиома называется ЕВ – ноль, и она говорит, что ноль – четное число. Нормально? Да. Вторая аксиома называется ЕФСС. И она говорит, что для каждого натурального Н, если Н четно, то двойной последователь Н тоже четен. Логично. Да. Логично. Вопрос. Очевидно ли интуитивно, что комбинируя вот эти вот аксиомы, я могу доказать четность любого четного числа? Неочевидно. Давайте я докажу четность числа 4 с помощью этих принципов. Итак, пример. Или юнит-тест. Я строю терм ЕВ4, который является доказательством того, что четверка – число четное. Я могу его построить напрямую и могу его построить с помощью тактик. Ну, давайте сначала с помощью тактик. Мне нужно ЕВ4. Посмотрите, пожалуйста, тут у меня в контексте есть две аксиома – ЕВ0 и ЕФСС. ЕВ4. Я могу получить как заключение одно из этих аксиом? Кажется, да. Какой? ЕВ0 могу? ЕВ0 какого типа? ЕВ от нуля. Здесь ноль? Нет. Нет. Здесь четверка. Значит, ЕФСС. Ну, смотрите. Я могу сказать «Apply – ЕФСС». И у меня цель превратилась во что? В четность двойки. Что произошло? Но произошло буквально следующее. КОК взял ЕФСС и подобрал подстановку, применил его к двойке. А это будет доказательство вот такой вот импликации. Согласны? Значит, если я скажу «Apply», во что превратится моя цель? Ну, смотрите. Я говорю «Apply» для такой импликации. Какая цель? В ЕВ2? Да. Хорошо. Могу ли я таким же трюком получить ЕВ2 откуда-то? Ну, ЕВ2. Двойка имеет вид? Последователь последователя. Вот нуля. Правильно. Применяю еще раз, получаю ноль. Так. А есть у меня доказательства того, что ноль четная? ЕВ0, ЕВ0. Да. Все. Терм построен. Я мог бы его получить прямо, непосредственно. Надо взять ЕВ0. Доказательство того, что ноль обладает свойством четности. Взять нолик. И применить вот к этому хозяйству ЕФСС. Получится доказательство того, что двойка четна. Правильно? Потом я применю ЕФСС к двойке и к доказательству того, что двойка четна. Получится искомое нами доказательство четности четверки. Тактиками мы построили точно такой же терм. Понятно это? Да. Давайте еще раз вернемся к индуктивному определению. Смотрите. Логический взгляд. Две аксиомы, описывающие свойства предиката быть четным. Предикат этот определяется как буквально такой предикат, что он истинен там и только там, на тех и только тех натуральных числах, для которых мы можем его истинность получить ровно из этих аксиом. Переформулировка той же фразы на языке множеств. ЕФ – это наименьшее подмножество натуральных чисел, которые содержат в себе ноль и такое, что оно замкнуто относительно взятия двойного последователя. То есть, для всякого n, если n обладает свойством четности, то и ss от n, то есть n плюс 2, тоже обладает свойством четности. Понятно это? Наименьшее множество, во-первых, содержащее ноль, наименьшее подмножество натурального ряда. Во-вторых, наряду с каждым числом n, содержащее и n плюс 2. Логично? Логично. Заметьте, что вот это определение, в нем ЕФ является не параметром, а аргументом. Почему? Потому что вот здесь я, например, определяю ЕФ от одного аргумента, а использую ЕФ от другого. То есть, этот аргумент меняется в процессе определения. Здесь ЕФ вызывается с разными значениями. Поэтому-то это аргумент, а не параметр. Может быть, эта фраза туманная, но там, где я ее, так сказать, впервые услышал. Ну, там на ней справедливо настаивали. Я впоследствии оценил важность. То есть, вы тоже обратите внимание. Даже если это не сразу понятно. Так, хорошо. ЕФ-ИНТ. Как устроена индукция? Каждое индуктивное определение по умолчанию генерирует принципы индукции. И для этого ЕФ-ИНТ тоже есть принцип индукции. Возможно, он сложноват. Но давайте напряжем свою интуицию и поймем, как устроен принцип индукции для этого индуктивного определения. Грубо говоря, мы определили множество учетных чисел. Правильно? Грубо говоря, это не просто индуктивное определение. Если вы... Не туда копайте. Ну, как у нас принцип индукции для натуральных чисел формулировался? Там же тоже было индуктивное определение. И там у нас был такой принцип, да? Что... Там у нас был такой принцип, что... Заключение было таким. Все натты обладают свойством П. Ну, а какое будет заключение у принципа индукции для множества учетных чисел? То, что все учетные обладают свойством П. Браво! Браво! А теперь придумайте, как будет выглядеть база и шаг. Как доказать, что все учетные обладают свойством П? Что для этого достаточно? Ну, доказать, что ноль обладает этим свойством. Так, и... Это база. А шаг? И переход нужен. То есть... И то, что... Доказательство для N мы должны доказывать... Получать доказательство S от S от M. Да, надо доказать, что ноль обладает свойством и что свойство сохраняется при взятии двойного последователя. Ровно это мы имеем. Ну, с небольшими поправками. Итак, заключение. Для всех N, если только они четны, верно П от N. Чего для этого достаточно? Что ноль обладает свойством П, и что для каждого четного числа из P от N следует P от S от S от N. Логично? Зачем я ввязался в это индуктивное определение предикатов? Ну, а за тем, что мы сейчас на этот предикат навесим X, который тоже определен индуктивно. Смотрите, все определено индуктивно. Кроме базовой конструкции прямого произведения, ну, там, лямбда и прочих таких вещей. Удивительно, да? Поэтому оно и называется исчисление индуктивных конструкций. В смысле математическая основа Кока. Так, предикатец у нас уже какой-то есть. Типа надстрелка проб. А я вот возьму к этому предикатцу. Я возьму в качестве такого предикатца мой EF. Надо только отметить, что формально у X есть еще один аргумент. А именно тип A. Но этот аргумент не явный. Видите, он взят в квадратные скобки. То есть, явно его писать не надо. Если я напишу X над EF, это будет ошибка. Надо написать просто XEF. А то, что там над, будет угадано. Смотрите, EF – это предикат быть четным. А XEF – это его, как говорят логики, экзистенциальное замыкание. Высказывание, состоящее в том, что четные числа существуют. Логично? С помощью собачки вот такой я могу отменить неявные аргументы и сделать все явными. Ну и так написать. Тогда это будет принято. Ну, это нам сейчас как бы в сторону. Такс. А у нас еще был принцип экс-интро. У него тоже первый аргумент неявный. А еще было два аргумента. Это предикат, этот самый, элемент типа А, доказательство того, что X обладает свойством P. И, значит, из этого мы получали доказательство того, что существуют элементы, обладающие свойством P. Ну-ка я применю вот это вот к нашему предикату EF. Что же получится? Получится преобразователь НАТО и доказательство того, что НАТО четен, в доказательство утверждения о том, что четные существуют. Согласны? Ну да. Фу. Слушайте, а может мы с вами теорему докажем, что четные существуют? Заключение этой теоремы, оно у нас является головой типа вот этого терма. Объясните-ка мне, как доказать, что четные существуют? Давайте построим терм вот такого вот типа. Что нужно взять? Смотрите, экс-интро EF, дай ему подходящие аргументы, умеет строить такое доказательство. Ну, нам нужно просто дать ему E, сейчас я не очень понимаю, уже есть E. Ну, вы же понимаете, что такое квантер всеобщности? Да, да, да. Прямое произведение, значит, это такой преобразователь, который ест НАТ, X типа НАТ, ест объект такого типа, то есть доказательство четности этого НАТО, ну и превращает все это в то, что нам нужно. Значит, что нам надо найти? Чему бы применить экс-интро EF? Ну, вот к тому, что писано перед стрелкой. Ну, в смысле, это же и есть. А вы термы дайте нам такие. Вы укажите конкретные термы. Ну, что мы возьмем в качестве НАТО? Нам надо доказать, что есть четные числа. Надо что привести? Пример четного числа, правильно? Ну, 0, видимо, 0. И доказательство его четности. Да, давайте, можно 0. Так, можно 0. Или можем взять просто типа N и EF. Ну, короче, сам EF, EF почему? EF, EF? Ну, тип-то не тот. Следующий аргумент НАТ должен быть. Следующий аргумент – конкретное число. А, 0, EF, 0 типа. 0, так. Но это не подходит, потому что нам нужно еще доказательство четности нуля. А где мы его возьмем? Он уже есть на смысле. Да, оно у нас было в определении. Оно было в определении. Вот, значит, мы даем 0 и доказательство четности нуля. Согласна? Ну, да. Можно так. А можно ведь и по-другому, а как? Ну, просто от любого числа можно писать. Ну, нам надо терм конкретный построить. Вот для четверки надо привести вот такой вот терм. Понимаете? У вас, мне кажется, крутится в голове такая мысль, что есть какая-то процедура у нас, которая по числу строит доказательство его четности. У нас нет такой процедуры. Вот для четверки мы построили руками доказательство его четности. Понятная идея? Ну, да. Вот оно у нас называлось вот так. Е в 4, но тут немножко неудачно, потому что Е в применить к 4, а тут Е в прочерк 4. Это моя, конечно, вина, что я их так нехорошо назвал. Смотрите, Е в применить к 4 это высказывание, а Е в подчеркивании 4 это его доказательство. Вот. Жуть. Что еще можно доказать? Вот такое высказывание. переведите его в нотации x а дальше лямбда n f s от n что здесь сказано скажите человеческим языком следующий отчетное число нет по n мы как бы нет существует да ну что существует нет ни функция не функция а что существует смотрите вот тут некий предикат какое свойство здесь записано где я синеньким выделил по n получаем доказательство смотрите лямбда n а дальше мы получаем не объект типа еф с от n а сам этот терм еф с от n видите вот утверждение о том что зависимых утверждение какое утверждение да отлично тогда все вместе что означает произнесите как бы так на русском языке утверждение существует функция которая не функция существует н верно вот это вот утверждение это так просто потому что тип у нас понятие куча информации в типах у x а такой тип смотрите он на вход принимает предикат а возвращает высказывание а смысл высказывания что существует объект типа а удовлетворяющий предикату понятно сейчас секунду я просто пропустил к сожалению сначала я не хотел сейчас ну ладно тогда давайте мы с вами же не будем на эту тему дискутировать выступит кто-то кто не пропустил ну ну хорошо я напомню мне естественно не жалко у нас у типа x то есть экзистенциального замыкания предиката который из предиката делает утверждение что существует ашка удовлетворяющий предикат у него есть один конструктор за эти эксцентро этот конструктор преобразует любую ашку плюс доказательства того что она обладает свойством п вы доказательства экзистенциального нашего суждения в данном случае мы можем получить доказательства того что есть число такое что следующий за ним четное вот так надо применить эксцентро к нашему предикату и дальше скормить этому на вход некое число и доказательства того что следующее за ним четное есть у нас такие примеры какие написано же тройка и е4 это доказательство того что следующее за ним число то есть четверка четное логично так можно я быстро еще раз спрошу у нас x ну вот в у нас definition x evsn у нас первый аргумент экса то что то что мы что мы аргумент x это тип второй аргумент предикат и возвращает он высказывание но тип это не явный аргумент на самом деле он угадывается на самом деле только предикат надо дать x и мы возвращаем по до который по ну давайте я еще при вот мы с этого начинали давайте чуть назад вернемся цвайте вот у нас есть такое высказывание существует x такой что x плюс 2 равно 5 до есть решение уравнения мы можем утверждение это переформулировать есть такой x что он обладает каким свойством быть решением правильно само это свойство абстрактно выглядит так лямбда x . а дальше идет утверждение завище от x x плюс 2 равно 5 вот это предикат быть решением такого уравнения а x замыкает этот предикат x превращает его высказывание что такой x есть ясно это текст хорошо но ну чтобы это сделать там нужно предвидеть конкретный пример и доказательство того что пример подходит вот это вот от железно запомнить остальное это техника а давайте какой-нибудь какой закон логики докажем если все иксы вот для всех предикатов ну допустим на натуральных числах если все иксы обладают предикатом удовлетворяет предикату то есть x который удовлетворяет предикатом как вы считаете это правда правда а как это доказать вот на вход нам дали п и на вход нам дали доказательство того что все иксы обладают свойством п как же нам из этого построить доказательство того что есть икс со свойством п надо взять их центру применить его к нашему предикату правильно дальше ему надо дать на вход что ну аргументы доказательства предиката пример натурального числа который обладает нашим свойством какой пример натурального числа мы возьмем 2023 и дальше мы следующим шагом передать следующим аргументом мы передадим доказательство того что это число подходит а как мы его получим а у нас есть аж его нам подали на вход который умеет по любому числу строить доказательство того что он обладает свойством п правильно и мы получаем фейл почему потому что аж 2022 доказывает что 2022 обладает свойством п а нам надо чтобы 2023 ему владал согласно то же самое с помощью тактик интрос и я стою перед проблемой доказать что существует икс как это сделать ну в общем то я могу сказать apply 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 x intro и надеется что как придумает подстановку он ее не смог придумать но есть разные способы лечения могу отложить эту работу но это так называемый дистанциальной переменной давайте мы сейчас ты не будем проходить я должен ему сказать какой именно объект существует ну например 2023 и тогда кокс генерирует какую цель как вы считаете доказательство путь здесь ему не понравилось что я ему не сказал какой там этот самый но он сам догадается какой там притекать получить доказательства доказать что этот именно это 2000 именно это число но удовлетворяет свойством п а это у меня уже есть аж умеет генерировать такие доказательства согласно вот но у меня есть специальная тактика для этого вместо того что писать и play x intro подобно тому как я например для доказательства конъюнкции я ведь не писал там apply and in то я писал сплит и для дизъюнкции я писал left или right вместо того чтобы писать apply or in true apply or in true или там конструктор тоже бы сработало я не специальная тактика соответствующая логике того что здесь действительно происходит то есть человеку это воспринимать гораздо проще чем стоящий за этим типовую механику который мы с вами заглядываем как доказать что существует x со свойством над эти x типа над со свойством п над предъявить примере я говорю вот существует 2022 или какое другое число там 19 и дальше я должен буду доказывать что она именно обладает свойством а это мне дано понятно да скажите пожалуйста а вот насколько здесь существенно что п было типа над ну из над в проб а вообще это верно если я здесь произвольный тип а написал наверно там типа может быть тип который не существует никого тармака как бы не нашлось бы ни одного пустое множество условно то есть тип должен быть не пустым иначе будет противоречие то есть вообще говоря вот такая вот аксиома и и доказать нельзя естественно вот такая аксиома противоречивы давайте ее прочтем здесь сказано что если все иксы обладают свойством п а п ну вот абсолютно любое свойство если все иксы обладают свойством п а то есть икс таким свойством это неправда потому что иксы могут пробегать пустое множество мы с вами знаем что все элементы пустого множества обладает любую любыми свойствами но однако же этих элементов не существует вы когда проходили разные математические науки сталкивались таким явлением это называется веки острус если специально не обращать на это внимание это может вас довести до отчаяния при изучении каких-нибудь там супремумов и прочей ерунды матановой как в случае когда какое-нибудь множество там может быть пустым я если вы к этому так сказать морально не готовы то будете мучиться и так я сейчас из этой аксиомы выведу ложь тем самым я докажу ее несостоятельность чтобы доказать что что-нибудь противоречиво чего-нибудь не может быть надо построить объекте положь сейчас я его и построю ну а что я сделаю я на самом деле возьму и применю вот это вот лему к пустому типа правильно а предикат будет вот такой он любое доказательство лжи преобразует в истину по типу подходит но потому что true она же типа проб по типу подходит вот я возьму и такое применение добавлю в контекст но естественно чтобы получить доказательство того что существует x типа ложь какими-то там свойствами неважно какими мне надо будет доказать что все для всех иксов типа ложь значит у меня вот тут вот будет то что нужно что я сделаю видите ли вы какой-нибудь редекс в типе термоакс но вот у нас есть она выделена синим кажется да тут есть редекс на самом деле тут даже два редекса ну да второй пониже какая редукция применима бета бета-бета редукции превратит эти редексы во что в труб в труб то есть после упрощения наш акс примет такой вид если и за лжи следует истина то существует обе доказательство лжи такое что истина но из-за лжи же следует истина истина следует откуда угодно но что я делаю я на самом деле рассуждают так здесь будет применен backward reasoning мне нужно ложь получить а у меня здесь сказано что существует объекте положь но существует он при определенных условиях я возьму этому же обсуждали такой ход в прошлый раз я возьму и применю дистракт водка объекту этому индуктивного типа потому что exist это индуктивный же типа тоже x ну давайте отключу нотации мы сейчас в этом убедимся ведь тут написано если там короче говоря в голове типа стоит x от чего-то там убедились сейчас я вот этот x разберу и при разборе экса естественно выскочит доказательство лжи и вот то есть объект типа фоллс и доказательство того что он нам годится я сделал дистракт и у меня собственно говоря все это и возникло но когда такой объект есть ну ладно делайте сделал дистракт возникло две цели первая цель это доказать ложь по-прежнему а вторая цель потому что я дистракт ну не ложь поэтому цель не пропала а я exist дистракт ну а вторая цель это доказать что из-за лжи следует истина но потому что вот этот странный объект он существует не просто так а при условии надо условия удовлетворить итак первая цель удовлетворить условия но это просто мы же знаем что и по определению является доказательством истины помните и по определенной доказательством истины и это смысла но уит нет не совсем но тут сказывается то что вы что-то пропустили как у нас true определялась строит индуктивный тип с одним конструктором вот я его возьму и применю готова а теперь вот после дистракта мне дали объект типа фоллс а моя цель построить объект типа фоллс ну чё тут строить вот он есть готова и мы доказали заведомую ложь понятно мы доказали значит что вот такая аксиома противоречиво в упражнениях у вас тоже могут быть задачи докажите что какая-нибудь аксиома противоречиво но это так и делается взяли такое аксиома удобно все это в модуль упаковать отдельный чтобы так все мы вам дальше не отравляла жизнь а и значит доказать ложь ты окс хорошо ну что мы имеем дальше дальше какие-то еще конструкции с этим эксом секс интро видимо с разбором ну да ну давайте еще в это заглянем а дальше то же самое докажем с помощью тактик текст ну что у нас тут с вами такого имеет смотрите exist and это загон логики для любых предикатов по и ку они там на любом типе это все равно для любых предикатов поику если есть x который обладает как свойством п так и свойством q то есть x со свойством п и есть x со свойством q логично любой нормальный чек это будет доказывать с помощью тактик но мы в педагогических целях построим терм и так что дали на вход на вход далее типа дали пейку предикаты и дали ашку это доказательство вот того что существует x правильно понятно это да да понятно смотрите доказательство экзистенциального суждения могло быть только экс интро почему но потому что у exist у x точнее говоря только один конструктор экс интро значит мы сравниваем это доказательство секс интро и достаем оттуда что игрек и ашконч объясните мне что такое будет игрек но тот икс который существует ашконч будет чем доказать доказательством того что ему принадлежит доказательством конъюнкции правильно да но ведь конъюнкции это опять индуктивный тип любое доказательство конъюнкции имеет вид конч от чего от доказательств 1 2 конъюнкта достанем их оттуда значит аж п это доказательство того что y обладает свойством п ашку доказательство того что к обладает свойством из пардон игрек обладает свойством q согласно изготовим из п и игрека и ашп доказательство того что что-то обладает свойством п изготовим и доказательство того что что-то обладает свойством q с помощью конч получим из них доказательство конъюнкции ясно это это прекрасно соответствует вычислительной программистской интуиции нам дали объект состоящий из икса и чего и доказательство того что x обладает как свойством п так и свойством q то есть в свою очередь это x и пара объектов доказательства патекс и патку мы это все гадость распаковываем чему соответствует мэтчинге а потом опять упаковы только по-другому мы вот наш пример икса он же y мы его вместе с доказательством того чтобы обладать что y обладает свойством п упакуем в доказательство того что есть икса свойством п аналогичный для q и пару таких доказательств вернем как доказательство конъюнкции понятно как это делают нормальные люди intros дистракт распаковываем дистракт упаковываем вызываем конструктор ну или и play дальше имя конструктора либо какие-то специфические тактики такие как exist сплит left right вот ну чё надо делать ну можно по всякому этот терм строить можно например тут сейчас написать сплит и получить две цели сплит знаете что делает помните он превращает цель доказать а и b в две цели доказать а и доказать б внутри там и play значит это самый конч так но я начну по-другому я разберу вот этот вот h сделаю дистракт дистракт я мог бы сделать за один шаг сразу разобрать и exists и конъюнкцию так практике конечно и делают но с помощью шаблонов разбора но я не буду сейчас это делать за один шаг я разберу exists тот x который мы достанем я назову игре а доказательство который мы достанем назовем аж конч раз готова логично следующий шаг разбираем аж конч и получаем оттуда доказательства по игре как у игре ну а дальше мы можем применить конструктор да ну вот конструктор нужного нам типа то есть сначала будет применен конструктор типа конюнкция возникло две цели каждый из них решается конструктором типа x x intro я мог бы сказать repeat конструктор но и repeat repeat конструктор но видите дальше он не идет потому что он не знает подстановку которую надо выбрать но мы можем ему немножко помочь но не очень да надо угадывать я хочу сказать что это можно сделать все нет не хочет гаденыш мы сейчас хотим чтобы нам сформировал то что мы желаем все автоматически сделал ну вот так вот здесь используются тактики которые некоторым образом явно там ну в общем ладно нибудь не будем этим заниматься с вами давайте все по-честному сделаем но автоматически это можно сделать я просто хочу хочу показать ладно все по-честному делаем сплит то есть применяем конструктор типа конюнкции 1 2 цели согласно в первой цели надо приметь конструктор типа exist то есть типа x ну exist надо указать пример ну что у нас будет тем иксом которые подходят наш игрек игрек раз готова ap от игрек у нас уже есть согласно тоже и для другой цели так вот можно взять какой терм там внутри построился ну такой же как у нас и был вот как здесь мы мы проводим секс центру потом сконч потом все переупаковываем да только вопрос вот конструктор ну который заканчен сейчас его конструктор бы просто бы сделал бы то же самое что и сплит просто второе применение конструктора следующую уже уже к экзисту оно бы не прошло потому что тактика конструктор не знает какой параметр подставка какой аргумент подставлять он не в курсе что я именно игрек хочу взять качестве того что существует эти этого можно избежать с помощью техники так называемого вот есть такой е конструктор экзистеншал но это может быть мы потом обсудим это такое семейство тактик которая позволяет задачу указания конкретного объекта откладывать то есть я конструктор говорит а теперь вася докажи п от x но хоть для какого-нибудь x то есть есть я дальше например скажу экзект hp это его по идее должно удовлетворить какого-то он понимает из того что для конкретного у нас игорь которого он создает новые обязательства на моей стороне указать этот игрек потом сложных доказательствах это важно и усиленно облегчает работу но там бывают такие ситуации что уже ум за разум заходит бывает так понятно это если вы помните прошлой лекции я немножко что-то говорил про разницу между сет и проб одна из разниц между этими сортами в том что сет представляет вычисления и все объекты там они прозрачные тупо умолчанию то есть с ними можно делать вычисления а если я построил доказательстве чего-то там типа проб то по умолчанию она не прозрачной то есть само доказательство в целях вычислительной оптимизации забывается только помнится его факт как в математике вот я доказал там великую теорема фирма допустим и я уже ссылаюсь дальше только на саму теорему но вовсе не на ее доказательства а в программировании не так программирование программисту ведь не платят за то что он доказывает что тип int стрелка int населен что есть терм такого типа а ему платят именно за конкретную программу от которой бы хотелось чтобы она удовлетворяла каким-то там свойствами свойства например работала бы быстро правильно вот в этом отличие программирования от математики математик как бы вот он есть доказательства и слава богу а в программировании мы интересуемся тем какой именно у нас в кавычках доказательства какая именно у нас программа вот поэтому в койке у нас есть два сорта ну в частности сет и проб одно разли из различий между ними в том что сет по умолчанию содержит всю эту вычислительную информацию есть и другое различие связанность там непредикативность но сейчас мы об этом не будем мы можем построить попытаться аналог этого экса с этими ну как это делается вот здесь то что получается будет высказыванием x от чего-то там это вот обязательно проб вычислительная информация пропала то есть грубо говоря вне доказательства вне построения доказательства достать явный там x оттуда увеличить его на единицу и положить его обратно мы не можем вот такой операции мы вычислительной проделать не можем объект непрозрачный но мы можем все это в сет вписать здесь у нас параметр а пробегает сет и но можно и более общего можно чтобы он пробегал любые типы но тогда здесь мы тоже будем не в сети а в типе там в иерархии на соответствующем месте не хочу копать в эти иерархии но вот примерно такая идеология суть в том что отсюда можно будет извлекать сам этот пример и например вот число существует и чё там с ним делать понятно ну по крайней мере как задача а зачем это нужно и где это применяется а применяется это вот уже в более жизненной сфере скажите пожалуйста а вот мы с вами в свое время задали предикат быть четным помните по сути дела вместе с этим предикатом мы задали некий способ доказывать для каждого натурального числа четного что оно четное а не можем ли мы с вами создать тип натуральных чисел и извините ради бога тип четных чисел вот чтоб прям был тип заняться как говорится сап тайпингом можем ли мы натурально задать множество четных чисел можем но есть но есть нюанс в коке есть такая нотация вот как следующей строке она выбрана совершенно также чтобы выглядеть как известная в математике сет builder notation сталкивались с таким вот прям все натуральные которые обладают свойством четности логично и заметьте это сет это сет это никакой не предиката прямо сет то есть можно будет делать некие вычисления можно но осторожно давайте посмотрим что скрывается за этой нотации а скрывается за ней какой-то сиг сиг от слова сигма сигма тайп тип суммы ну как квантер всеобщность это произведение так квантер существования это сумма но мы не хотим вникать короче какая нотация дали нам какой-то а дали нам какой-то п предикат на этом а и и вот мы вернулись сиг от этого п когда-то предиката обладать свойством п что этот сиг обозначает ну на самом деле то же самое что еф только с одним различием не его x ну давайте попытаемся в этом разобраться вот смотрите давайте сразу сюда перескочим как вы считаете четыре число четная а вот я мог бы написать 4 принадлежит множеству четных чисел логично ли это логично логично однако кок меня ругает а за что ругает ну типа не спадать а почему не спадает смотрите у меня четверка имеет тип над а должна иметь вот этот тип а разгадка это очень банально где-то гарантируется что есть вычислимая проверка на то что число вот удовлетворяет нашему предикату еф но для этого предиката такая проверка есть но вообще для произвольного предиката что функция которая генерирует по ну по нату генерирует его она должна не его генерировать а есть функция которая по нату говорит он четный нечетный ну для четности есть но мы ее не написали здесь а для какого-то более сложного свойства вот допустим x это номер машины тьюринга который останавливается на входе равном этому номеру помните что это задача неразрешима а проходи неразрешимость проблемы остановки не со мной но где-то проходили надеюсь да да проходила вот а как ведь он должен он должен он задача типизации задача проверки принадлежности термо к типу она должна быть вычислительно разрешимой то есть как должен за конечное время установить обладает ли наш объект принадлежит ли он типу иначе если бы задача была бы вычислительно неразрешимой то как бы не мог бы вообще работать согласно так сейчас мы же свойства которых пишем множество это же находимся мы же не можем определить в койке функцию которую нельзя вычислить мы можем мы можем очень легко определить в койке неразрешимый предикат аевта это не функция аевта это предикат смотрите ефты не bull возвращает аевта возвращает проб то есть здесь вы должны мысленно еф заменить на какое-то свойство x а поэтому если бы коп мог бы вот такое вот бы решать он был бы обязан проверить что 4 удовлетворяет предикату а для произвольного предиката он этого проверить не может потому что существует и определимы в койке вполне иначе бы грош была бы ему цена и неразрешимые подчеркну предикаты понятная идея поэтому на самом деле здесь живет не четверка а знаете кто здесь живет здесь живет пара четверка плюс доказательство ее четко объект плюс доказательство того что он хороший где-то мы уже это видели у нас было между типами программы помните когда квантер существования обсуждали там было то же самое чтобы доказать что существует объект со свойством п надо было пример привести доказательство того что пример хороший и здесь чтобы получить что-то вот в этом вот подмножестве надо пару задать сам объект и доказательство того что обладает свойством понимаете поэтому вот этот сиг который скрывается за таким символом он изоморфен квантеру существования я понимаю что ум за разум заходит меня тоже заходил потопленный момент но тем не менее надо с этим самостоятельно повозиться код же у нас опубликован самостоятельно повозиться и это все осознать смотрите у нас что у экса что у сега очень похожие типы чем разница ну в голове так сказать голове экс строит высказывания существует x со свойством вот 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 данным свойством что ему надо дать на вход эксу как построить объект типа x точнее сказать надо дать этот пример такого объекта и и доказательство что он подходит что делает сиг сиг тоже принимает на вход предикат свойства но возвращает он грубо говоря множество объектов которые обладают этим свойством но чтобы получить элементы этого множества нам что нужно нам на самом деле нужно собственно сам элемент плюс доказательство того что он удовлетворяет свойством то есть то же самое понятно понятно какие у них конструкторы да те же самые ну опять меня не на ту кнопку нажал да те же самые смотрите какой конструктор у сега ну давайте у x который нам известен у x такой конструктор он любой x типа а плюс свидетельство благонадежности этого икса что икс хороший превращает в доказательство экзистенциального суждения а в сиге что а в сиге конструктор который называется почему-то экзист но я уж не знаю почему такой выбор не путайте с экзистс нотейшн для квантера конструктор экзист что он делает он тоже принимает на вход иксик свидетельство благонадежности иксика и он из этого делает элемент как бы такого множества то есть у нас эти подмножество конструктивные каждый элемент подмножество сопровождается доказательством того что он в этом подмножестве содержится усекаете мы не можем просто взять какое-то подмножество вот все иксы такие что потому что иначе проверка того что элемент принадлежит этому подмножество будет алгоритмически неразрешимой а если она будет алгоритмически неразрешимой то мы не можем рассматривать это подмножество как тип потому что естественно проверка на принадлежность чего-то типу она должна быть алгоритмически разрешимы в этом вся и засада поэтому реально здесь живут не просто элементы подмножество элементы плюс доказать свидетельство их благонадежности то есть как я не знаю вот что такое вы же знаете поговорку что без бумажки ты букашка с бумажки человек знаете но теперь знаю но до этого не слышите но значит вот возьмем не знаю там лиц с высшим образованием да они образуют какое-то подмножество правильно но вот а как мы отличаем образованных от не образованных достоинства по свидетельству высшим образованием правильно по диплому то есть с точки зрения может быть философов подмножество образованных людей это те кто вот действительно образован но это только философы или кто-то там может установить с точки зрения государства подмножество лиц с высшим образованием это те лица у которых есть соответствующий я использую государственный жаргон докумен у которых имеется бумага почему так потому что государство не может себе позволить философские дискуссии выяснения относительно каждой конкретной личности образована она или нет но государство может проверить документы чем она зачастую занимается эта задача простая относительно подобно тому как просто алгоритмически вычислима задача проверки принадлежности термо к типу иначе как не будет работать и сам не будет просто вот так и здесь поэтому у нас вот в этих конструктивных подмножествах или под типах живут не сами элементы какие-то там а вот элементы плюс свидетельство того что они хорошие ясно да мы можем по применять этот экзист например чек экзист е в 4 что это такое будет это будет функция которая свидетельство благонадежно свидетельство четности четверки преобразует в элемент нашего множества в четверку плюс бумага скажем так в удостоверен в дипломированную четверку правильно если мы ей такое свидетельство предоставим мы натурально получим дипломированную четверку про которую кок знает что это элемент множество четных чисел но любопытно что сама эта вся фигенция которая здесь делается она совершенно такая же как то что было при доказывании квантоэкзистенциального суждения там тоже надо было предъявлять объект и свидетельство о благонадежности и тут только здесь как бы фокус на объекте в частности его можно вычислим образом оттуда достать сейчас мы на это посмотрим а в квантре существования фокус просто на том что такой объект есть ну вот как это делается рассмотрим такой объект пруф 1 он называется это доказательство того что четверт что существует четное число доказательство это прозрачная сейчас мы в этом убедимся то есть она запомнена как прозрачный терм доступны для вычисления и естественно это доказательство того что существуют четные числа пруф 2 это другое доказательство которое мы строим вроде тем же путем exist exe 4 но сохраняем с помощью киуиде оба терма как вы можете видеть оба терма они имеют один и тот же тип доказывает совершенно то же самое правильно но только первый как нам говорит обаут прозрачный потому что я его и ввел с помощью слова дефинишн второй тоже был бы прозрачный если бы вместо киуиде я написал бы дефайн я так не написал и второй у нас он опять не туда нажал второй у нас он опять то есть не прозрачный первый зрачный второй непрозрачный так ну и на той же основе я могу организовать и такой вот дипломированный элемент множество четных чисел я возьму тот же самый предикат е то же самое число 4 то же самое свидетельство его четности но упакую это в другой в изоморфный тип вот этот вот элемент он сами понимаете имеет тип вот под множество элемент под множество четных сейчас закончим четных чисел на согласно и штук состоит в том что я могу например число оттуда достать вот у меня есть элемент я оттуда четверку могу достать а как а очень просто с помощью мэйчинга ну вот у меня есть я определю функцию она есть конечно библиотеке который называется пронж 1 сиг сиг от слова сигма тайп тип суммы он же квантер существования продж один это первый проектор как вы помните там хранится четверка и там хранится число и его диплом вот прочь один достает само число оттуда он принимает на вход дипломированный элемент и достает элемент без диплома он у него так сказать дипломированный специалист отделяет от диплома естественно это делается с помощью тривиального мэйчинга согласно а я не сумма чем-то отличается почему прав один также не проходим не можем размачивать вот такая четверка получилось давайте то же самое определим но для случая не сиг а для случая x вроде все то же самое правильно да ну а вот только кок запрещает это делать явно читаем incorrect elimination of age in the inductive type x за ретен тайп хэс сорт тайп но это неудивительно я хотел достать четверку типа над это тайп а должно быть только высказывание то есть правило такое оно здесь написано а elimination ну то есть мэтчинг на жаргоне elimination это мэтчинг разбор elimination of and of an inductive object то есть объект индуктивного типа of sort проб из not allowed он и предикейт insert type то есть я не могу по пробам строить с этой прочей там тайпы because proofs can be eliminated only to build proofs то есть я мэтчинг по доказательствам могу производить только строя объект типа проб и пардон объект типа который сам лежит в пропе но доказательство это что такое доказательство это вот давайте я напишу что такое доказательство вот 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 это за провна да с пруф стенд фо имеется ввиду вот что что вот у нас пруф это что-то что имеет тип из сорта проб понятная идея что еще раз имеет тип сортов имеет тип из сорта проб вы с терминологии сорт не сталкивались пропустили лекции да видимо короче говоря пруф это объект типа там имеете проб вот так вот правило такое но здесь написано разбор объекты типа разбор доказательства мэтчинг по доказательству можно проводить только тогда когда вы строите доказательства нельзя просто вот так взять доказательства и вычислительным образом достать оттуда какое-нибудь число понимаете ну я понимаю но это даже ложится на эту интуицию что мы хотим пользоваться как результат ну сама теремия это немножко непонятно ну то есть есть такая интуиция понятно непонятно почему это ограничение как бы ну то есть зачем это вообще сделано зачем это сделано но как минимум для вычислительной эффективности как минимум но на самом деле есть и другие соображения потому что там это у нас еще есть вопрос не предикативности пропа там есть определенные вещи с этим связаны то что например можно строить высказывание с помощью квантеров который говорит что-то обо всех высказываниях в антарсе общности по всем высказываниям на одну из прошлых лекций обсуждались я не то чтобы очень хорошо понял вот эта связь между пропами ну точнее я понял что опять же было озвучено давайте давайте к этому приближаться постепенно сейчас мы можем запомнить что сет есть вычислительное содержание которое можно функциями оттуда доставать в высказываниях вычислительного содержания нет поэтому доставать мы можем только в таком условном смысле как бы внутри некоторого конвейера строя новые доказательства как бы мы вообразим что есть вычислительное содержание сделаем с ним что-то начаты посмотрим что там получилось и получим с этом с этой помощью новое доказательство понятно это интуиция но это примерно как вот функциональных языках программирования эмулирует вычисления с каким-то внутренним состоянием вот в хаске ли там с помощью монат или чё там никакого состояния реально нет но как бы эмулируете такой конвейер внутри которого но как бы есть а реально термом является только сам этот конвейер например тут и здесь вообще конечно это вопросы сложные безусловно для понимания и для математического анализа это все не очень просто но опять таки мы хотим к этому приближаться постепенно мы запоминаем какие-то грубые но более-менее похожие на правду вещи в сет есть вычислительное содержание можно достать оттуда вправу вправ его нету пропах нету вот а саму пруф это элемент элемента типа ну то что я написал хорошо еще 2 функция вторая проекция она достает само свидетельство благонадежности то есть она принимает на вход дипломированный элемент множества и достает уже сам диплом понятно как это можно использовать давайте разберем пример и на этом мы закончим потому что пара хотя остается еще как в коке устроен равенство это тоже индуктивный тип это важно но это на следующий раз я придумал некий пример не знаю насколько вам понравится значит начнем с простого давайте докажем что сумма четных чисел всегда четно вот эти вот переменные x и y я заключил квадратные скобки чтобы это были были неявные аргументы ну и действительно если у меня есть доказательство четность x сам же x я могу оттуда извлечь конечно конечно ну погнали ну как это делается это доказательство ведется методом который у нас еще не не было это индукция по определению индуктивного предиката ев ну вы можете с этим повозиться но давайте сейчас мы это пропустим не хочу сейчас этого в это выникать но эта тема важная но интуитивно понятно что если числа четные то их сумма четно правильно интуитивно точно вот у нас есть такая теорема а дальше я хочу определить функцию именно функцию то есть фигню которая имеет вычислительное значение которая принимает на вход дипломированное четное число два дипломированных четных числа и возвращает их сумму с удостоверением того что эта сумма тоже четно чем эта функция хороша помните у нас были проблемы с определением не всюду определенных функций а вот эта функция гарантированно работает только на отчетных числах более того она каждый свой результат сопровождает документом о том что он четный естественно это не дается бесплатно потому что на вход наши функции должна получить не просто числа а числа с доказательством их благонадежности правильно да это вот похоже на какой-то завод на производство правильно вы получили какие-то запчасти сертификатом о том что вот они там прошли какие-то испытания вот такая вы из них что-то собрали и вы тоже создаете сертификат где пишите я значит использовал подшипник номер такой-то значит штампу тк такой-то изготовленный заводом таким-то там и так далее понятная идея понятно вот примерно это здесь происходит у нас есть функция который гарантированно правильная область определение область значений все это хранится в типах я не говорю что это особо полезно на практике но тем не менее любопытно что она делает она берет дипломированный ашку достает из нее в один она достает из нее само число во 2 достает диплом то же самое делается б дальше она берет складывает числа а по дипломом с помощью вот этой вот теоремы которая нас была перед этим вычисляет свидетельство того что сумма тоже четная понятно помните у нас был элемент такой объект элемент можно показать сейчас покажем это была четверка с свидетельством того что она четная я могу взять и сложить эту четверку саму с собой и образуется что ну или восьмерка заказал что это восьмерка до образуется восьмерка и кок убедился что восьмерка точно четная раз кок и и отнес к этому типу значит он бумаги документы проверил документы проверил или я не знаю другой перца боководства да как получить какой такой дипломированные потомство с родословной да ну надо чтобы оба родителя тоже имели родословные правильно вот и здесь что-то подобное происходит вот постольку поскольку квантерсуществование это обобщение дизъюнкции это легко понять бесконечные дизъюнкции как бы что значит что существует x который четен натуральный это утверждение можно рассмотреть как бесконечную дизъюнкцию 0 четный или один четный или два четные или три четные понятно да да то есть квантерсуществование это обобщение дизъюнкции а значит вот этот вот наш сиг это обобщение как бы такой вот дизъюнкции с вычислительным контентом это может быть не очень просто понять потому что она ну совершенно изоморфно нашей обычной дизъюнкции да еще и называется совершенно диким образом сам булл но обозначение такое и если вы будете в коковской библиотеке что-то искать вы будете это видеть это вас может шокировать но не шокируйтесь это по сути дела тоже дизъюнкция но из которой можно вычислительный контент извлекать то есть это а или б ну вот например сам булл а дизъюнкции двух утверждений ноль равно нулю или один равно двум но заметьте это не проб а это сет понимаете если вы посмотрите на то чем она отличается от именно обычной дизъюнкции вы обнаружите там в общем изоморфизм так а кто у нас уже все разбежали что я это еще слушаю сюда еще есть слушатель так прекрасно ну час прямо все уже ты мы обнаружим там изоморфизм знаете ну то же самое какие у нас конструкторы у сумбу лифт который по ашке строит как бы доказательства дизъюнкции по башке строит тоже доказательства дизъюнкции здесь но тоже самое правильно только здесь сет а не проб это дизъюнкция из которой функции ей можно получить информацию о том какой дизъюнкт правильный какой дизъюнкт верен как бы обычная дизъюнкция она не прозрачная мы знаем что вот есть свидетельство какой именно дизъюнк там верен то есть если мы не сможем размачивать но мы сможем размечить но только строя другое доказательство только внутри конвейера как бы мы сможем это сделать вот таким воображаемым образом вот какой то есть а вот реально его достать программой и привести к нормальной форме мы не сможем видите да дело в том что доказательства это программы немножко кастрированная вот идея может быть такая кастрация это по определенным логическим причинам важно если бы ее не было логическая сила кока бы снизилась но это такая вот высокая математика общем значит что у нас есть библиотеке есть такая лемма она говорит что равенство натуральных чисел разрешимо ну то есть либо n равное либо n неравное это вообще нетривиальный факт то есть для любую по любым двум натуральным числам мы можем именно конструктивно построить либо доказательства их равенство либо построить доказательства их неравенство логично и вот я сейчас по этой фиговине получу булевозначное сравнение натуральных чисел с пропом бы это не вышло а вот с этим сумбулом выйдет я возьму два натуральных числа на вход и применю нашу теорему к ним ну и что у меня будет вот сумбул он дает либо left и доказательства левого высказывания либо он дает right и доказательства правого высказывания я произведу мэтчинг и если там будет лифт и какое-то доказательство само доказательство я мэтчингу не подвергаю мне на него наплевать но если там метка left то есть если выполнялась левая часть то есть то что у нас с вами n равное я говорю true а если выполнялась правая часть тоже н не равно им то false и вот эта программа например говорит что 5 равно 3 плюс 2 а 3 плюс 1 не равно а это да ну вот так если вопросы следующий раз мы поговорим о том как с помощью индуктивных типов определяется равенство поиграем на том что задача типизации ну то есть как бы проверки того что терм имеет заданный тип она всегда разрешима и это будет значить что наш этот самый пруфчекер сам по себе как вот эта команда чек и всякие друзья они могут производить некие вычисления которые как бы мы от них и не ждем можно будет извлекать результат этих вычислений довольно забавно рассмотрим такие хаки а дальше мы уже пойдем на отдых изучив теоретический материал про логику мы просто в логике по практикуемся там у нас уже не будет построений термов а будет просто применение всяких разных тактик вот а попрактиковавшись в логике но в общем не знаю можем заняться ну да еще надо индуктивное определение предикатов конечно получше изучить ну а дальше уже у нас будет выбор разных направлений вот так ну что скажите ну у меня по лекции текущей нет вопросов особых за то что пропустил начало я потом пересмотрю как а что касается у меня пара мета вопросов наверно то есть первый из них это был почему ну планируется то есть мы прошли за первой там лекции против 5 или 6 ну вот так как я не знаю как правильно назвать в общем такую такую лямду из теории типов где мы пользуемся только импликациями но в коке мы уже ну типа вовсю начали пользоваться к вам разными да и прочими прочими штуками мы планируем ну я просто совсем я честно не понимаю как это работает все и мне вот было бы интересно знать как сам кок смысле устроен вот ну я потому что мы пишем какие-то тактики вроде понятно ну то есть когда то есть интуиция присутствует что ну смотрите я как раз старался рассказать что стоит за тактиками что стоит там мэтчинг ну вот условно я не совсем понимаю ну вот даже тот же самый мэтчинг у нас есть но я не понимаю что это такое то есть вот мы когда пишем мэтч но это какая-то тоже форма редукции которая ну который видимо это правда но скажем так полный по полной теоретически такой теоретические основы кока я вообще сейчас рассматривать не планирую но если есть интерес к этому вопросу то мне кажется лучше в конец курса это отнести потому что это сильно вам не поможет то есть мне кажется здесь именно в педагогических целях может быть уместно даже было бы идти сразу только от тактик только от тактик но это тоже плохо есть курсы где мы его только идем с практической стороны как доказать то как это то есть мы не изучаем что стоит за тактиками но я пытался какой-то комбинированный подход построить я сводил эти тактики к двум вещам при прямом произведению типов и к мэтчингом по индуктивным определениям при этом если формалистика стоящие за прямым произведением она достаточно простая то формалистика стоящие за индуктивными определениями мэтчингами она конечно посложнее ну понимаете если мы будем заниматься только теории то курс придется переименовать в теории типов или там вычислений индуктивных конструкций мы ничего не сможем не успеем ничего доказать и у меня остается второй вопрос как раз можно сказать был право я вот в конце какой-то лекции где мы доказали что ну какое-то выращивание про деревья что когда что ротеи листьев вот это на самом деле очень ну я не знаю очень прикольно выглядело но у меня возник вопрос вообще использовали кокну для как бы чего-то для повесного да ну например доказываем только утверждение которое мы внутри кок как бы определены то есть если для того чтобы доказать формально какое-то утверждение о коде ну который написан не на коке я же не могу этого сделать никак то есть мне нужно чтобы весь код был написан на коке но вопрос вполне закон но на самом деле вы можете в коке определить язык программирования его семантику и синтаксис понимаете в чем дело вот вы можете в коке полностью описать си например а потом не будет достаточно просто сказать что компилятор описан в коке и компилятор реально написанный они делают одно и то же например на этот счет есть тоже разные идеи но скажем так вот например есть такой подход можно генерировать код из доказательств и он уже автоматически будет верифицированным то есть мы пишем какие-то алгоритмы ну например простой случай неси мы например с вами пишем некоторый код на коке сортировку до доказываем что действительно является сортировкой после чего мы некоторым образом это преобразуем в код на хаскеле переводим можно доказать что это перевод доказуемо там корректен ну может быть руками доказать вот и мы получаем верифицированный код на хаскеле что касается трансляции из кока там все и так далее но это конечно более сложные вопросы но этим активно занимались и занимаются это есть потому что ну вот пока что из-за того что у нас пример очень простые в силу того что все что мы делаем спросили за если мы хотим в том что там внутри естественно разбирать примеры и поэтому вот как раз вкладывается по немножко ощущение что это что-то не настоящего смысла что мы это не сможем использовать за пределами как бы потому что что вам просто нужно потратить на это больше чем один семестр своей жизни чтобы дойти до практических применений это же относится к другим областям если вот вы пришли изучать теорию вероятности это же не значит что вы сразу после первого семестра начнете публиковаться ну да конечно ну я имею в виду я в целом хотел понять есть вот есть у нас такая вещь который я конечно этот мой курс многим обязан это то что называется software foundations вот так прямо и называется если вы загуглите вы сразу найдете что это такое это серия она продолжается сейчас там то ли шесть то ли семь тому сейчас посмотрим это серия таких скажем так интерактивных книг по коку пока шесть томов ну вот первая книга logical foundations книги все эти они значит вдохновлены работами такого известного компьютер-сайентиста компьютер-сайентиста пирса бенджамина пирса вот как бы он вдохновитель всего этого безобразия действительно выдающий человек первый том это то где мы с вами живем logical foundations то есть как как более-менее устроены что с ним можно сделать второй том programming language foundations как определить простой язык программирования в коке под языком там понимается лямбда исчисления но с типами и всякими расширениями дело в том что вот в теории языков программирования есть такой подход что мы начинаем от лямбда исчисления и потихонечку его пополняем и так мы можем построить язык в общем эквивалентный тем языкам которые есть на практике во втором томе учат именно заниматься анализом языков программирования оттуда тоже мы может быть что-то возьмем третий том его ругали но он есть и в нем есть свои достоинства verified functional algorithms shows how a variety of fundamental data structures can be specified and mechanically то есть в коке verified то есть там нас учат тому ну вот как определить какой-нибудь там красно-черное дерево и доказать его свойства в коке при необходимости может быть все это оттранслировав хаскель или в какой-нибудь язык семейства и мэйли в общем то что вы можете просто скомпилировать ну вот том четвертый квик чик про парти бэйс тестин инкок introduces tools for combine randomized про пати бэйс тестин то есть такая вот киевей такой более традиционный здесь комбинируется с формальными спецификациями я этого четвертого тома не читал вот вообще пятый том верифай был си вот то что вас интересовало из an extended hands-on hands-on сами понимаете то есть практическое руководство можете что-то там руками потрогать hands-on tutorial on specifying and verifying real world си программс using the princeton verified software tool chain то есть тот самый компилятор который был верифицирован в коке ну и шестой том это так называемая сепарационная логика она нам нужна для формального описания ну вот таких вещей как например выделение памяти что два указателя не будут указывать на одну ячейку и в общем строго говоря она используется для описания ресурсов которые потребляет программа будь то память или даже там время и формального доказательства что программа с этими ресурсами обращается должным образом что они просто работает правильно например работает за время какой-то не превосходящее чего-нибудь или в ходе своей работы она ничего гадского не делает с памятью там есть специальная логика для этого заведенная похоже на линейный так называемой логики это 6 тому то есть если вы оптимист вы можете считать что это 6 семестров то есть три года так что естественно начинать надо же сначала не с конца я просто было интересно узнать эти шесть томов совершенно не касаются применений кока в математике специального диалекта более популярного там в математике значит всяких там библиотек и прочего практических примеров верификации сложных теорем а это в свою очередь уже еще одно развитие мысли так что здесь много много создано но согласитесь нельзя писать какие-то музыкальные опусы не умея играть на музыкальном инструменте соответственно заглядываем внутрь на как он устроен на некоторую глубину которая мне показалась адекватной я могу я согласен мне кажется что это мы могли бы заглядывать менее глубоко тогда бы мы бы жили только на уровне тактик что они делают мы бы совсем не понимали а так мы ограничены не понимаем в общем дальше от вот этого заглядывания мы будем отходить но иногда опять возвращаться как-то так еще какие есть вопросы